МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем! В эфире телевидение ВСМПО АВИСМА. И вот какие новости мы расскажем вам в ближайшие несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Металкап в Верхней Салде прошел чемпионат по решению производственных кейсов. Вкусно, как у мамы. Сотрудники комбината питания АВИСМА устроили кулинарное шоу. Лыжи или сноуборд. Как сотрудники ВСМПО АВИСМА соревновались в слалами-гиганте. Верхняя Салда впервые принимала этап национального чемпионата по решению производственных кейсов Металкап. Площадкой проведения стал Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж. Вчера студенты, сегодня топ-менеджеры и технологи ВСМПО АВИСМА. В дни производственного чемпионата студенты примерили на себя разные роли. Мы разработали из титана фильтры, которые будут, по нашему мнению, глобальными для решения экосистемы, проблемы экосистемы. Мы решили производить титановые диски для машин. Мы хотим предложить такую идею, чтобы наш завод заключил договор с Ладой, чтобы наши диски шли сразу с новыми машинами. Титановые диски, фильтры и даже баллоны для космической станции – все это объекты студенческих проектов. По условиям кейса команды разрабатывали концепцию по расширению продуктовой линейки ВСМПО АВИСМА. Также ребята могли пообщаться с реальными экспертами корпорации, которая выступила спонсором «Металлкап» в Верхней Салде, поддержав инициативу Ассоциации «Молодежная площадка профессиональных металлургов». Поскольку нашу экономику региональную Свердловскую область формирует основная металлургия и машиностроение, то тема, которую обсуждают сейчас участники – это разработка новых продуктов, она остается, как всегда, актуальной. И те решения, которые вырабатываются участниками, они оцениваются действующими экспертами. В данном сегодняшнем этапе мы работаем с компанией ВСМПО АВИСМА и решаем реальную производственную задачу. За два дня чемпионата эксперты из научно-технического центра ВСМПО и представители дирекции по управлению персоналом оценили 11 студенческих проектов. Судьи учредили две бронзы. Одну выиграла команда «Шестигранник» из Верхней Салды, другую – «Тривиум» из Каменско-Уральского. Серебро унесла саладинская молодежь из «Метал-Тим», а золото уехало в Нижнюю Салду со студентами команды «50 оттенков Ома». Ребята придумали обработать титаном пороги для легковых автомобилей. Четверка призеров получила путевку в полуфинал, который состоится 19 и 20 мая в Каменско-Уральском и соберет самые пытливые умы молодежи Уральского федерального округа. 1 апреля комбинат питания «Ависма» отмечает день рождения. Ровно 30 лет назад служба по организации питания стала полноправным цехом предприятия. И сегодня это подразделение каждый день балует металлургов вкусными и полезными обедами. Что изменилось в столовых комбинатах за 30 лет, расскажем прямо сейчас. С помощью таких же выездных буфетов почти полвека назад питались работники магниевого завода. Термосы с горячим и супами в рабочий полдень по цехам развозила спецмашина. Потом на промплощадке начали строить столовые, но ассортимент блюд был более чем скромным, ведь за меню в то время отвечал городской трест. Изменения начались 30 лет назад, когда служба влилась в состав предприятия. Сегодня от разнообразия блюд в столовых Ависмы просто глаза разбегаются. Каждый день до 10 холодных закусок, 7-8 мясных блюд, а еще каши, блинчики, оладьи. И только на Ависме есть настоящий шведский стол. Его любят не только металлурги, но и гости комбината, которые ради него специально приезжают пообедать на Ависму. Повара, пекари, кондитеры. Чтобы накормить всю Ависму и профилактуре чайка, работает команда из 90 человек. Все настоящие профи, которые постоянно совершенствуют мастерство. 30 лет, каждый месяц у нас проходит школа кулинарного мастерства. И там отрабатывается не только блюдо, которое вновь, а вот то, что мы делаем, мы улучшаем качество. Блюда хотят все металлурги поесть вкусненькие, особенные. Поэтому у нас в каждом слове есть еще ресторанское, как говорят, блюдо ресторанское. Но мы его называем блюдо дня. Благодаря этому расширяется меню, а еще обновляется оснащение заводских кухонь. Поварам на подмогу приходит умное оборудование. Ну и, конечно, сами цеховые столовые становятся красивыми и современными. Свой день рождения сотрудники комбината отметили с размахом. Устроили конкурс профмастерства, который превратился в настоящее кулинарное шоу. Подробности знает Елена Титова. В столовой завода управления хоть сейчас можно смело снимать сериал «Кухня». Пятеро участников из разных подразделений готовят, не побоюсь сказать, ресторанные блюда. Здесь и фалафели, и нежнейшие рулеты, и семга, припущенная на пару, а еще овощные миксы и невиданные торты. У представителей жюри от запахов кружится голова, но они стойко наблюдают за работой конкурсантов. Вот тут вот делают десертик, просто отвал башки. В этом юбилейном конкурсе полет фантазии участников не ограничивали одной темой. И всего за час повара создали больше десятка разнообразных блюд. Каждая хоть сейчас на банкетный стол. Вот, например, Алина Гладких из профилактория «Чайка» предлагает живых устриц и краба-полосатика. Что и говорить, эффектно. Приготовить конкурсное блюдо еще полдела. Теперь его нужно красиво представить. И вот здесь участники разыгрывают целое представление. Команды поддержки конкурсантов читают стихи, зажигательно танцуют и поют песни. После шоу и дегустации блюд члены жюри признаются – они в растерянности. Знаете, если говорить о выборе, то его просто невозможно было сделать. На самом деле это первые места для всех. Обалденнейшее блюдо. Подача шикарная. Жюри решает. Четыре девушки-конкурсантки становятся победителями в разных номинациях. Они получают дипломы и денежные премии. Ну а самым лучшим в этом конкурсе признан Игорь Бахарев из столовой 51-го цеха. Гора Мельничная собрала любителей горных лыж и сноуборда. Около 50 сотрудников ВСМПО АВИСМА соревновались в слаломе-гиганте. Среди участников корпоративного слалома – новички и лыжники с опытом, которые оставили свой след на самых крутых горах Урала. На белый, лыжовый и в стыгиле. На спуск с горы уходит от 10 до 17 секунд. За эти мгновения лыжник ловит настоящий кайф и поднимается за второй порцией адреналина, сменив лыжи на сноуборд. Гор на лыжи получилось несложно встать, потому что все равно основа есть. Есть своя, конечно, специфика, но на борде было сложнее учиться, потому что ноги сцеплены и уже было труднее. Приручить борт за один день не получится. Но зато какая радость, когда через пару дней доска начинает тебя слушаться. У меня на сноуборде больше 10 лет стоило. Кататься в больнине научилось. Если самому учиться, то можно за недельку научиться, хотя бы спускаться. Если нанять тренера, то можно побыстрее. А вы за сколько научились? Я за неделю три научился. В каждой дисциплине учитывалась сумма двух попыток. Лучший результат на лыжах показал Андрей Капралов, который снова унес домой корпоративное золото. На горных лыжах просто старался быстро ехать, а на сноуборде старался не упасть. В женской лиге на лыжах первенствовала Екатерина Рукавичникова. А в сноуборде не было равных Александру Гусеву и Евгении Морозовой. Молодежь Верхней Салды подключилась к движению «За мир». В одном из прошлых выпусков мы показывали, как прошла сама акция и обещали показать захватывающий ролик. Обещали – показываем. Все у нас участники молодежной организации проявляют свою гражданскую позицию. И мы не остались в стороне от такой акции, как «За мир», «За президента», «За Россию». Взяли в руки лопаты. Решили букву «З» вычертить на стадионе «Старт». Показать нашим жителям, что мы должны поддерживать тот народ, который к нам близок, потому что кроме нас им никто не поможет. Будьте в курсе событий жизни города и предприятия вместе с телевидением ВСМПО. АВСМА с вами была Ксения Соловьева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова